здравствуйте дорогие радиоуслушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго и ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер сегодня на прямой связи с нами из киева знаменитый журналист и общественный деятель дмитрий гордон дмитрий ильич здравствуйте здравствуйте дмитрий ильич во первых хочу сказать вам большое спасибо и вашей жене олесе за возможность с вами побеседовать столь позднее время это для нас очень важно для наших радиослушателей дмитрий ильич в 2014 году украинский народ показал всему миру что у него есть чувство собственного достоинства что человек это звучит гордо и что если чаша переполнена ложью обманом лицемерии и цинизмом в этом случае народ выходит на площадь а потом получилось что россия сделала агрессию в отношении суверенного государства я думаю что а вот россия уже задолго до этих событий 2014 года методично и очень как бы планово уничтожала отношения с украиной вы можете вспомнить именно тот момент когда это началось это никогда не заканчивалась собственно говоря это началось сразу же после заключения беловежского соглашения знаменовавшего распад советского союза и президенты украины которые тогда были леонид кравчук затем леонид кучма виктор ющенко рассказывали мне что притязание россии и на территории украинские и на доминирование в российско-украинских отношениях были всегда естественно когда россия не была еще такой сильный такой вооруженный она так в наглую не требовала дать крым или другие территории но попытки предпринимались и в 1994 году когда президентом крыма стал российский гражданин мешков и и на полуострове все властные структуры перешли под контроль россиян уже все было готово к тому что крым отнимут тогда только решимость украинской власти и украинских спецслужб этому помешало затем был знаменитый инцидент на косе тузла когда президент кучма тоже прервал визит в южную америку немедленно вылетел туда прибыл туда и сказал мы будем стрелять в ответ если будут какие-то действия ну и 2014 год украина слаба россия сильна и соответствующие события которые увидел весь мир дмитрий ильич как бы вы описали украину с точки зрения бизнес-проекта поясню свой вопрос ну например сша это большая бизнес-корпорация израиль это технологический хаб россия это бензоколонка вот как бы вы чтобы вы сказали я писали бы украину в таком контексте украина это житница украина это земля которая щедро рождает таланты которые к сожалению многие из них не закрепляются здесь и уезжают в разные страны вот вам один яркий пример последних лет ян кум который жил здесь в киеве фастове уехал соединенные штаты америки изобрел ватсап и продал его за 19 миллиардов долларов киевлянин пожалуйста из украины уехала очень много достойных умных работящих хороших людей к сожалению украина как государство не создала им все условия для их реализации для процветания не вынуждены были покинуть свою страну и состоялись в других странах поэтому украина конечно это житница но в первую очередь украина это страна талантливых людей пару недель назад точнее не пару недель назад пару дней назад я посмотрел ваше интервью с бывшим министром иностранных дел григорием вашат за хочу сказать нашим радиослушателям обязательно посмотрите это интервью потому что она открывает рассказывает о очень многих интересных моментах 2008 года и жизни грузии и жизни грузии да и жизни грузии что очень важно и интервью очень интересная с огромным вниманием его прослушал и что интересно мне понравилась одна мысль которую он высказал он сказал что с россией договариваться нельзя то есть категорично причем сказал он довольно это категорично и потому что россия всегда действует по одной той же формуле не виноватая он сам ко мне пришел то есть виноват тот допустим украина или грузия но россия всегда это такая страна пацифистов у меня такой вопрос может быть стоит вот эту историю с луганском и донецком заморозить до лучших времен когда в россии придут к власти я надеюсь когда-нибудь это случится адекватные люди и не вести переговоры с вот этим современным о пг потому что в принципе это не имеет смысла как вы думаете я об этом говорю постоянно я говорю о том что сначала нужно построить в украине такую экономику чтобы люди оставшиеся на временно оккупированных территориях в крыму и на донбассе увидели что украина лучше россии пока они это не увидят речь об возвращении донбасса и крыма состав украины идти не может потому что они находятся под железной пятой россии с вооружением с наемниками с инструкторами с государственным российским подходом и так далее поэтому только экономика чтобы люди увидели что там где они раньше были лучше чем там где они есть сейчас я не очень надеюсь на российских либералов даже которые и теоретически не могут прийти классе практически но даже если свершится чудо я знаю и вижу что многие российские либералы являются либералами только до украинского вопроса как только начинается вопрос о том что надо вернуть украденное они тут же прячут голову в песок и они ментально не готовы к тому что украина суверенное независимое государство у которого украли территорию и которому эту территорию надо вернуть а не секрет что высшему руководстве советского союза была половина наверное украинцев либо выходцев с украины и для наших радиослушателей мы бы конечно назвали и никиту сергеевича хрущева и леонида ильича брежнева и подгорного и был кирилленко и председатель кгб семичастный и не последнюю роль в руководстве советского союза естественно играли и петр шелест и владимир чербицкий как вы оцениваете сегодняшний уровень политической элиты украины кого бы вы могли бы оценить высоко кто не дотягивает кто будущая звезда а политического процесса в украине политики украины вы знаете в украине есть достаточное количество политиков являющихся политиками европейского масштаба и уровня и это несмотря на то что руководящие посты очень часто занимают не они а люди оказавшиеся случайно у власти но одними из политиков такого международного масштаба я конечно назову игоря петровича смешком блестяще подготовленного человека самого молодого в советском союзе доктора наук по кибернетике который руководил и службой безопасности украины и главным управлением военной разведки и комитетом разведки при нескольких президентах и был зампредседателем совета зампредседателя совета национальной безопасности и обороны и так далее есть еще целый ряд умных образованных грамотных политиков которые думаю о себе еще заявят митриевич 2019 году в украине сложилась очень уникальная для истории украины ситуация новоизбранный президент владимир зеленский а премьер-министр владимир кройсман а лидер оппозиции вадим рабинович самый популярный журналист в россии дмитрий гордон а то есть будем так говорить фамилии сами за себя говорят а что а как я имею ввиду антисемитизм в украине как вы можете прокомментировать он есть или его нету или какому состоянии вы знаете это очень смешная ситуация когда в день когда владимир зеленский победил на выборах президента меня попросили включиться в программу первого канала российского время покажет и ведущий говорит вот что вы можете сказать о сегодняшнем выборе украинцев я сказал что сегодняшний выбор напрочь разбивает миф российской пропаганды о том что украина фашистская бандера страна потому что 73 процента украинцев избрали своим президентом еврея зеленского при том что действующий премьер-министр еврей гройсман и действующий лидер оппозиции еврей рабинович вся российская пропаганда села в лужу потому что они вдували в уши своим слушателям и показывали своим зрителям что украина эта страна которая населена злобными националистами которые истребляют все русское все еврейское все не украинское и так далее конечно же это не так украина очень теплая хорошая страна когда-то в советское время она действительно была поражена антисемитизмом и многие евреи испытали это на себе это касалось как бытового антисемитизма так и что самое главное государственного сегодня об этом и речь идти не может потому что ну я с этим не сталкиваюсь отдельные проявления полусумасшедших или окончательно выживших из ума личности мы об этом не будем говорить это не симптоматично и это не есть проявлениями украинского народа петр порошенко и владимир зеленский такой интересный такой сдвоенный портрет а вы знаете у нас в эфире выступали и знакомые вам я думаю роман цимбалюк и матвей гонопольский и аркадий бабченко и их мнение о и порошенко и зеленском были диаметриально разные то есть просто слева направо справа налево как бы вы оценили этих двух людей которые сегодня влияют на политику украины и даже ми мира в каком-то смысле начну с петра порошенко блестящий подготовленный политик исключительно образованный опытный занимавший целый ряд ведущих постов в государстве вплоть до президента человек знающий много языков подготовленнейший политик это его плюсы минусы жаден до безобразия патологический врун человек не держать не держащий слова паразитирующий на украинской национальной идее самым лживыми циничным образом то человек который всегда разговаривал по-русски и в быту продолжает разговаривать по-русски был прихожанином церкви московского патриархата вдруг стал ревностным значит отстаивателем украинских национальных интересов и каждом его слове сквозит ложь кроме того во время войны что самое страшное с россией его липецкая фабрика производящая сладости продолжала работать на территории страны захватчика платила налоги в казну страны захватчика на которую покупалось оружие для убийств украинцев и все эти конфеты и печеньки продавались по всей территории россии включая оккупированные донбасс и крым владимир зеленский человек не подготовлены к политической деятельности я с минусом начал не имеющий команды наверное не очень хорошо разбирающийся в людях но являющийся чистым человеком по натуре не являющийся коррупционером прошел уже год с момента его избрания ни об одном ни одного намека ни об одном коррупционном действии с его стороны даже нет человек очень хорошо воспитаны очень хорошими родителями с кодексом ценностей с понятиями умница заработавший деньги своим своей головой своим талантом до прихода на президентский пост как руководитель студии квартал 95 он заработал много миллионов долларов легально которые задекларированы и это делает ему честь как человеку я к нему очень хорошо отношусь дмитрий ильич хочу вам сказать большое спасибо за замечательную песню про вашего в кавычках закадычного друга из москвы владимира соловьева песня очень классная по моему видел много миллионов уже просмотров у меня такой вопрос на власть в россии все равно когда поменяется надо ли владимира соловьева на ваш взгляд судить за призывы к уничтожению другого народа или как обычно это бывает и ступай и не греши вы знаете я не являюсь кровожадным человеком и никогда не призывал кого-то судить убивать вешать или отправлять в тюрьму у меня есть моя точка зрения я вообще должен сказать вам очень важную вещь я не являюсь чем-то проектом я не являюсь зависимым человеком мне никто не платит денег я достаточно состоятельный человек для этого сделавший себя сам я никому не обязан и поэтому я обладаю наивысшим счастьем которое возможно и наивысшей свободой свободным высказыванием собственной точки зрения что я и делаю владимир соловьев негодяй потому что он является фронтменом лидером вот этого российского информационного спецназа благодаря деятельности которого сотни тысячи русских ребят оболваненные пропагандой пришли в украину убивать украинцев на своей земле ребят которые защищали свою территорию свою родину это человек который сеет ненависть каждый день каждый день течение почти семи лет владимир соловьев в прямом эфире канала россия 1 в prime time говорит об украине в россии все проблемы решены нет ни бедных людей нет ни протестов хабаровские нет ничего там все кайф проблема в мире 1 украина а также проклятые американские пиндосы которые конечно же наших братьев украинцев переориентировали чтобы они оторвались от братьев россиян мы же один народ и тут вот эти пиндосы проклятые они специально хотят нам сделать плохо через наших бывших братьев украинцев каждый божий вечер на канале россия 1 брань в адрес украины в адрес украинцев за что почему зачем как поэтому владимир соловьев негодяй и подонок мерзавец то что я ему посвятил песню юмористическую это юмор это я сделал от того что серьезно с ним разговаривать нельзя его нужно троллить из него нужно делать смешного человека потому что только юмор способен разрушить мифы и способен взывать к разуму ребята украина не виновата это вы пришли на украинскую территорию чтобы убивать людей и отнимать земли это не мы к вам пришли это вы пришли к нам дмитрий ильич и все-таки вы вы же историю знаете был юлию штрехер а в германии в принципе который не был будем так говорить каким-то министром там или занимал какую-то великую должность он был пропагандистом и он все-таки понес наказание мое личное мнение я считаю что такой человек как владимир соловьев должен понести наказание я не знаю какое но то что я вижу я с вами полностью согласен то что происходит это из-за него гибнут люди неужели будем так говорить я бы не скажу там найти пепел это класса бьет а грудь да но все-таки должно быть какое-то возмещение возьмите возьмите я так думаю твердое убеждение что в тот момент когда путин перестанет быть президентом россии владимир соловьев в первых рядах окажется тех кто будет говорить с экрана я всегда говорил путин преступник я всегда говорил нельзя входить на территорию украины и теперь когда наконец свершилось то о чем я говорю я хочу еще раз это подчеркнуть чтобы все видели какой я великий провидец и пророк я уверен так и будет и с ними с дмитрием киселевым и со многими не с тем числа людьми которые свою совесть спрятали в укромный уголок в обмен на американские доллары доллары страны которую они с экрана так ненавидят а в глубине души так любят а такой вопрос я не знаю у нас у нас есть еще время полтора месяца назад вы взяли два резонансных интервью у господина гиркина стрелкова и у госпожи поклонской за что мне кажется что очень несправедливо вас многие критиковали а каким главным было побуждение вот взять эти интервью потому что ну вообще-то они на грани лезвия по 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 линии так проведены и стоило ли вообще брать вот эти интера вот таких критиковали меня те украинские политики которые хорошо знали и знают что именно они сдали путина украину именно они являются предателями украинского народа это как правило бывшая агентура кгб сср хотя бывший не бывает добравшиеся до самого верха и это люди которые занимались бизнес вопросами с путиным кстати опубликованы недавно переговоры телефонные между порошенко и путиным а это только начало это лишний раз подчеркиваю я делал интервью с гиркинами с поклонской с одной целью во первых я пишу историю потому что интервью которые я беру становится уже часть частью истории истории без прикрас и я хотел показать всему миру смотрите как это происходило смотрите как полковник фсб гиркин с группой таких же как он бойцов с оружием с огромным количеством оружия пересекли российскую и украинскую границу никто их не остановил захватили целый город славянск а потом после того как убивали там украинца в чем он признается после сбитого боинга мх-17 захватили еще миллионник донецк и ряд других городов я хотел чтобы все это увидели это свидетельство очевидца свидетельства лидера тех кто это делал кто этим занимался но я не скрою что был и другой у меня а умысел государственнический умысел вопросы к этим интервью я готовил сотрудничество с ветеранами украинских спецслужб разведки и и юристами и эти интервью особенно интервью с гиркиным стало одним из доказательств будущих агрессии российской федерации против украины потому что гиркин до этого давал некоторые интервью но он не называл такие вещи как назвал в моем интервью кроме того для того чтобы подобные заявления играли в суде и являлись доказательствами нужно было провести ряд процессуальных моментов это и флешки которые были отправлены нашей генеральной прокуратурой флешки записи этих интервью в гагу и самое главное показания сняты с компьютера что это аутентичные записи что там не было монтажа и так далее так далее я уж подробности не вхожу ну и как венец этого признания представительствующего суда в гаге что мою интервью с гиркиным приобщено к процессу в результате по боингу м17 а дальше будет еще больше я не имею права говорить о каких-то вещах но я горжусь тем что я провел эту работу во благо своего государства и я убежден что эти два интервью сыграют огромную роль в профессиональном юридическом обличении агрессора российской федерации дмитрий ильич мы сейчас уходим на рекламную паузу короткую и через пару минут вернемся не отключайтесь пожалуйста спасибо да в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самой популярной радиостанции на среднем западе сша и мы ее ведущие эдуард брумер и геннадий пример сегодня мы беседуем с известным журналистом и общественным деятелем украины дмитрием гордоном дмитрий ильич дмитрий ильич а в советском союзе было две таких популярных песни одна звучала хотят ли русские войны на стихи по-моему евгения автушенко у вас там томик сзади стоит его произведений а и мы мирные люди но наш бронепоезд стоит на запасном пути да вот у меня вопрос а точнее даже как бы два вопроса хотят ли русские войны и почему этот злосчастный значит бронепоезд все еще стоит на запасном пути как вы думаете стихи про бронепоезд ставшие песни каховка каховка родная винтовка написал михаил светлов да а хотят ли русские войны написал да действительно евгений александрович евтушенко с которым мы дружили много лет то великий человек один из самых светлых и ярких людей в моей жизни с которым у меня было много споров он он очень любил россию он очень любил россию он был по-детски открытые у него были широко распахнутые глаза ребенка голубые красивые глаза они жили своей отдельной жизнью и мы часто с ним спорили я ему говорю ну посмотрите но они же захватчики и пас мы вы написали хотят ли русские войны не хотят войны не русские а государство россии это очень важно отделять русских от государства россия потому что государство россия не любит русских и многие русские не любят государство россии я помню однажды была программа савика шустера и савик шустер попросил меня зная что ко мне в гости приехал и гений александрович евтушенко попросил меня пригласить его на программу и я говорю денег мы с ним ужинали как раз мы поехали и мы поехали и на этой программе было много гостей я высказывался очень нелицеприятно о российском государстве я помню как мы вышли было поздно уже это была ночь было темно мы остановились на улице он крепко сжал мой локоть меня держал под руку жал мой локоть и сказал я тебя умоляю никогда не говори плохо россии пожалуйста я тебя умоляю он любил россию но он будучи большим ребенком он не понял он написавший великое стихотворение танки идут по праге в шестьдесят восьмом году танки идут по праге в багряной заре рассвета танки идут по правде которая не газета он отправивший телеграмму протеста брежневу против вторжения советских войск чехословакию это был мужественный шаг он так и не понял что россия российское государство по сути своей является агрессор а дмитрий ильич мы потихоньку от политики перетекли к литературе и хотел бы задать вот такой вопрос через два дня исполняется грустная дата из жизни 40 лет каких жизни ушел великий поэт бард актер владимир высоцкий если бы высоцкий был сегодня жив он естественно я почти на сто процентов уверен был бы гостем вашей студии и вы у него взяли интервью вопрос а каких-то и вопросов вы бы задали владимиру семеновичу высоцкому если была такая возможность вы знаете владимир семенович высоцкий один из моих кумиров не сотвори себе кумира я в это не верю я сотворяю себе кумиров которые заслуживают быть кумирами я знаю огромное количество стихов и песен владимира семеновича наизусть и я сделал интервью с большим количеством людей которые знали его хорошо и дружили с ним начинает его сына никиты и заканчивая михаилом шемякиным и вениамином смеховым и ой можно очень долго перечислять станислав говорухин конечно мой друг покойный к сожалению чтобы я спросил владимира семеновича высоцкого хороший вопрос вы знаете для того чтобы сформулировать три вопроса к нему надо было видеть его в развитии если бы он жил на сегодняшний день потому что три вопроса с позиции сегодняшнего дня касающиеся его жизни как прерванного полета в 42 года они они будут неправомощны наверное было бы очень интересно увидеть его в развитии было бы очень интересно посмотреть что он писал бы что он говорил бы был бы он бунтарем или как многие бунтари примирился бы концу жизни с государством не стал бы составной частью государства российское государство ведь покупает и деятели искусства в первую очередь и деятели искусства продаются за деньги за издание за гонорары за поездки по россии и так далее беда дмитрий ильич а пару недель назад я хочу сказать что я поклонник ваши вашего ваших интервью поэтому вы не удивляйтесь я смотрю практически всем интервью с алексеем венедиктовым пару недель назад она очень интересная на что меня поразило а меня поразило его откровенность с какой откровенностью он говорил о очень многих вещах зная и понимая что эхо москвы не самостоятельная радиостанция я был удивлен насколько он так найти позволил себе как бы вольность да как вы считаете почему вдруг алексея венедиктова потянула на такую откровенность вы знаете я с большой теплотой отношусь к алексею алексеевичу венедиктов я считаю в одним из гуру журналистики и конечно очень осведомленным человеком у таких людей даже если они не самостоятельные всегда присутствует совесть вы знаете мы вспоминали евгений александр и евтушенко евгений александр был составной частью советского строя он кстати был большим поклонником социализма и он не часто говорил что я в душе приверженец социализма у нас просто построили исковерканный социализм а вот я сторонник равенства братства любви друг другу и так далее и вот евгений александр и евтушенко который писал восторженные стихи о ленине искренне об юности о сталине он не показывал эти стихи который писал восторженные поэмы воспевавшие советский союз мама и нейтронная бомба за которой он получил государственную премию ссер или там братская гэс и так далее вот этот евгений александр и евтушенко в самые решающие моменты истории он вставал рвал на груди рубаху и писал стихи бабе яр танки идут по праге наследники сталина и он был честен он всегда был честен я обожаю его многие стихи я сейчас вспомнил какие потрясающие строки кто в клетке зачат тот по клетке плачет и с ужасом я понял что люблю ту клетку ту ту клетку где меня за сеткой прячут и звероферму родину мою сейчас бы хотел бы задать вам ироничный вопрос стиль вашей прически как и нашей кстати вы просто нас не видите как и нашей когда-то назывался подкотовского в сша это прическа стиль этой прически называется и у блин и в девяностых годах стиль этой прически назывался под розенбаума а не настало ли время стиль этой прически назвать под гордона не знаю во всяком случае эта прическа у меня появилась благодаря александру яковлевичу розенбаум еще одному моему близкому другу вы знаете я пришел из армии советской в восемьдесят восьмом году меня начали выпадать волосы мы там на полигоне в копьяре были может из-за этого может из-за того что я чернобыль застал немножко начали выпадать волосы и я конечно комплексовал и переживал по этому поводу и вот так было волос нормально вот здесь чуть меньше я уже вот так вот как-то делал и старался чтобы на ветру не растрепывались это рождало комплексы и в девяносто седьмом году мне александр яковлевич говорит слушай нет ничего красивее в мире чем лысый мужской череп я тоже комплексовал и мне моя бабушка сказала саша побрейся наголо я побрился побрейся наголо и я на следующее утро побрился наголо и сих пор я всегда бреюсь на голову мы тоже так считаем это очень стильно много лет назад в шикаго приезжал великий украинский актер богдан ступка привозил он спектакль поминальная молитва если не ошибаюсь это был театр имени лесси украинки его на франку ивана франку спасибо я думаю что вы встречались с этим человеком потому что для меня для нас богдан ступка это олицетворение высочайшей культуры высочайшего а актерского мастерства и вообще такой человечности я практически я не скажу что я смогу все фильмы богдана ступки но довольно большое количество и меня поразило в этом спектакле то как он играл главную роль можете в двух словах сказать про богдана сильвестр еще по моему если не ошибаюсь отчество богдан сильвестрович который любил называть себя сильвестр столонович богдан сильвестрович великий актер величайший животный актер знаете есть актеры которые играют не разумом а животным ощущением роли такими были смоктуновский греценка и всегнеев это животные вот богдан сильвестрович из когорта этих великих выдающихся гениальных актеров он был очень интересным человеком очень интересным с ним можно было разговаривать часами кстати говоря вот опять-таки вокруг евгений александрович крутится как все евтушенко богдан сильвестрович попросил меня организовать встречу с евгением александровичем он хотел сделать в театре франко спектакль по пьесе евгений евтушенко мы это сделали и мы на репетицию потом приехали с евгением александровичем замечательно вышел спектакль богдан ступка это это высший пилотаж актерского мастерства и человеческого обаяния я его обожал я сделал все для того чтобы продлить его годы он очень тяжело болел у него была онкология и он не хотел лечить и я попросил иосифа кобзона еще одного моего одного из самых близких друзей которые боролся с онкологией много лет я попросил его убедить богдана сильвестровича начать лечение и кобзон позвонил ему из 45 минут убеждал его и убедил но уже все было поздно это были майские праздники как сейчас помню он его убедил приехать в москву к академику давыдову говорит богдан я встречу я все сделаю я обеспечу тебе я договорюсь с давыдовым начались майские праздники там пасха что-то еще было упущено было время все потом уже он и в поиссе сниму замечательный замечательный ступка дмитрий хочу вам похвастаться что четыре года назад в нашем городе приезжали 4 великих футболиста киевского динамо это были анатолий демьяненко владимир бессонов иван яремчук михаиличенко алексей михаиличенко алексей михаиличенко у нас была даже возможность ними немножко пообщаться я вот перед вами говорил с алексеем михаиличенко как раз буквально перед вот 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 это при встрече передадите привет из щикаго пожалуйста а вопрос в чем в 80-х годах было две тенденции то есть два лагеря были любители лобановского лобановский значит использовал тотальный футбол был поклонником тотального футбола ну а так как мы с братом из города минска мы были поклонниками искреннего футбола эдуарда малафеева вы поклонник какого футбола какой вам футбол нравится может быть расскажите о своих предпочтениях футболистов которые ваши любимые я конечно болельщик киевского динамо хотя с уважением относился всегда к минскому динамо всегда но я любил эту команду я вам сейчас могу назвать человек 10 сходу игроков минского динамо того времени вот ради интереса назовите твоих курбыка вергеенко куринович госманов зыгмонтович олейников кондратьев пудышев прокопенко вот уже сколько назвал ого мы впечатлены впечатлены да да я очень хороших отношениях с эдуардом васильевичем малафеевым я сделал с ним даже интервью я специально прилетел в минск лет семь назад или восемь лет назад мы сделали шикарное интервью с ним но конечно силе лобановского и стиль той команды потрясающий тех трех команд потрясающих которые он создал 75 86 и 99 годов но это футбол будущего я сегодня лёша михаличенко сказал ты знаешь говорю я смотрю в ю тубе очень много сейчас выставили матчей и киевского динамо и сборной ссср тех времен когда блистали там динамовцы киева ты знаешь я говорю смотрю какой ты классный зараза игрок был как вы бегали как вы играли вдохновенно красиво какой футбол был и я ему сказал лёша это не ретро футбол это футбол сегодняшнего дня абсолютно это уровень лучших сегодняшних команд они замечательные все все замечательные ребята они личности я их обожаю а тогда в продолжении этого маленький вопрос шевченко или блохин блохин дмитрий ильич а финал 1987 года на кубок ссср динамо минск динамо киев до сих пор на ритре вот 31 динамо минск вело потом гол демьяненко и гол завара завару до сих пор значит заноза в нашем сердце уже столько лет прошло ничего да но вот именно этот матч для нас был честно вам скажу в какой-то степени трагедии за 20 секунд завару за 20 секунд до окончания матча это было это хотя надо признать конечно что киевская динамо того времени это абсолютно великая команда редко почему-то вспоминает вадима евтушенко замечательным был футболист до выходил в основном выходил на замену был болта час замечательные сожалению уши рано уши отшибали это все великие футболисты дмитрий ильич меня другой вопрос немножко от отойдя от футбола восемьдесят четвертом году наш старший брат был на практике он заканчивал минский институт механизации сельского хозяйства и он был на практике в городе киеве ему киев очень и очень понравился он был под большим впечатлением и кстати там ходил на матч динамо киев динамо месту время тренером был морозов не самый лучший период в истории киевского динамо нет морозов был 83 84 значит 8 по носке значит это был 80 на 8 83 значит 83 спасибо скажите вот у меня четыре близких друга они все из киева наш режиссер за пультом тоже из киева скажите что такое а киев сегодня какой это город и как вы можете его сегодня описать киев очень теплый хороший город красивые немножко испорченные урбанизации но все равно красивый в нем есть прекрасные места киев это город для жизни если коротко вы знаете вы затронули такие струны вот ностальгические светлые футбольные какие-то у нас уже я так понимаю минуты три остается да да где-то тогда да я вам расскажу хороший случай тогда напоследок пожалуйста который я рассказал недавно ёжи фусаба мы с ним гуляли вот по самым красивым на мой взгляд местам киева эта улица ярослав вал потом на улицу гончара спустились я ему рассказываю как лет десять назад мы оказались я ездил часто с киевскими динамовцами со сборной украины на выездные матчи я был членом официальной делегации и мы с андреем бибой еще рядом футболистов прошлого пришли ужинать в каунасе в ресторан и заходят литовцы местные говорят ой нам сказали что здесь вот футболисты сборной бывшие советского союза мы хотим сказать вам спасибо за то что вы так играли мы были болельщиками но вот у нас любимый игрок был шестьдесят четвертом году еще андрей биба вот это игрок и я говорю а вы знаете что андрей биба вот он сидит справа от меня и этот человек который говорил подошел в бибе и стал перед ним на колени а биба заплакал вот я очень хочу я сейчас вспоминаю у меня мороз по коже я соба это тоже рассказывал я очень хочу чтобы нынешние футболисты и не только они делали что-то такое в своем возрасте чтобы спустя много лет спустя 50 лет извините перед ними вот так опускались на колени и они могли заплакать от счастья в конце передачи хочу вам сказать слава украине и пожелать украинскому народу а всем людям чтобы они жили в мире благополучии и чтобы все в украине было хорошо дмитрий ильич у нас очень гостеприимный город если вы вдруг у вас будет возможность приехать в чикаго мы будем очень рады с вами встретиться у нас очень дружная хорошая община большая она довольно разноликая это тоже есть но большей степени конечно мы все живем вместе поэтому будем очень рады вас видеть а вам мы желаем самое главное здоровья вам вашим детям вашей жене и надеемся что у нас это не последняя встреча потому что так мало времени а вопросов так много большое я благодарен вам я 15 лет назад проводил в чикаго у меня был тур по америке проводил в чикаго большой творческий вечер но насчет теплого города сомневаюсь была зима были такие пронизывающие ветра дули что я думал что меня сдует просто я такого больше нигде не видел приезжайте летом приезжайте летом весной осенью спасибо вам большое всего самого наилучшего до свидания до свидания